Лолбок и Кикерей. Вырубай этот ролик нафиг, потому что он испортит твою психику. Приветствую всех друзей. Сегодня я хочу рассказать вам о самых страшных привидениях в мире и где они обитают. Что касается поездок, места паранормальных явлений и сверхъестественных, то буду рад вашей помощи каналу для организации выезда и приобретения необходимого оборудования. Ссылки на помощь каналу находятся в описании под видео. Если вам интересна данная тематика паранормальных явлений и сверхъестественных, то тогда подписывайтесь на мой канал и давайте узнаем об этом в данном видео. Места, в которых обычно обитают привидения, во всех легендах и страшных историях часто повторяются. Свои привидения есть в разных странах мира, в том числе в России и в странах Европы. Где живут привидения? Считается, что наиболее вероятные места для появления привидений – это кладбища, старые дома, замки. Обитают призраки поблизости от мест, где кто-то погиб. По утверждению парапсихологов, на кладбищах живет дух самого первого похороненного там человека, который является так называемым хозяином. По необъяснимым причинам часто привидения выбирают для жизни средневековые замки. Шотландия, Ирландия и Англия. Скорее всего, это связано с тем, что многие аристократические семьи хранят свои страшные семейные тайны, ставшие причиной появления фамильных привидений. Центром обитания привидений издавна являлась Англия. Более других городов богат легендами о привидениях Лондон. Самые страшные привидения в Европе, более всего в Европе, распространены такие привидения, как черные монахи и белые дамы. Это темные тени и белые расплывчатые фигуры, которые люди периодически видят в старинных домах и средневековых замках. Черная монахиня Известна о черной монахине, обитающей в английском замке. Согласно легенде, этой монахиней является Сара Ойхет, которая приходит в банк в надежде отыскать там своего брата. Брат являлся в свое время служащим этого банка, но был обвинен в подделке чеков. Сару так потрясло случившееся, что по сей день она ищет своего брата в стенах банка. Привидение на Беверилл-сквер Одна из самых жутких привидений обитает в Лондоне, в доме на Беверилл-сквер. Говорят, что несколько человек умерло лишь от вида этого привидения. По одной из версий, призрак появляется в образе маленького мальчика, умершего от страха в своей комнате. По другой версии, призраком является молодая девушка, который хотел соблазнить родной дядю. Чтобы избежать домогательств, она якобы выбросилась из окна. Третья версия гласит, что призрак появляется перед людьми в виде блинолица у мужчины. Желая увидеть одно из самых жутких привидений Лондона, туристы превратили дом на Беверилл-сквер вместо паломничества. Остров Павелли Загадочным местом Венеции считается остров Павелли. Остров закрыт для туристов, а полицейские катера курсируют вдоль берегов острова. На острове стоит колокольня XII века. Любители непознанно утверждают, что со стороны этой колокольни часто слышен колокольный звон. Известен, что во времена Римской империи на остров свозили погибать всех зараженных чумой. История повторилась в XVI веке. Павелли стал местом, куда привозили тех, кто заразился бубонной чумой. Их сваривали в огромные ямы и оставляли умирать. Говорят, что крики этих несчастных время от времени раздаются над островом. Несколько веков спустя остров стал играть роль как гарантийного пункта. В прошлом веке на острове построили дом престарелых. После того, как главврач совершил самоубийство, Павелли опустело. Люди не пожелали больше возвращаться на этот остров. Призрак Анны Болейн Согласно легендам, безглавленный призрак женщины многие годы бродит по лестницам замка Тауэр. Эта женщина Анна Болейн, которая была второй женой Генриха VIII, Тюдора. Король заметил в свое время красавицу Болейн, возвел ее на престол. Именно она принесла ренессанс и реформацию в Англию, родила будущую королеву Елизавету. После обвинения по привлеводеянию и колдовстве Анну казнили, отрубив голову. У призрака Анны Болейн нет головы, свою голову она держит под мышкой. В последний раз этот призрак видели в 1940 году. Самые известные привидения в России Каждый из нас слышал легенды о привидениях. Среди них есть совершенно добродушные призраки. Есть и те, которые много лет пугают людей. Пришельцы из потустороннего мира, приближаясь к человеку, сяют страх и панику. В России есть старинные дома, исторические места и замки, о которых сложены немало легенд. По некоторым из них в таких домах и замках по сей день обитают призраки. Город призраков под Челябинском есть крепость Аркаим, которую также называют русским Стаунхенджем. Учеными, кроме строений и развалий на улице, были обнаружены колодцы, остатки металлургических печей, водопроводов, рудников. Жители Павил покинули Аркаим почти 4000 лет назад, но перед тем, как уйти, они подожгли свой город. Считается, что для этого у них были серьезные причины. Люди, побывавшие в Аркаиме, рассказывают об обитающих там привидениях. Туристы на горе Шаманки часто видят передвигающиеся тени. Как-то студентка-археолог во время проведения раскопок услышала некий голос, поздавший ее в центр раскопок. Девушка отправилась туда одна. Вернувшись, студентка долго рыдала, рассказывая о призраках древних жителей города Аркаима. Сухарева башня Известное место в Москве – Сухарева башня. Там инженер, астролог и алхимик Яков Брюс, живший во времена Петра I, проводил все ночи. Если верить легенде, он хранил там заменитую черную книгу, написанную самим князем тьмы. Эта книга внушила горожанам ужас. Даже после смерти знаменитого алхимика, свет в Сухаревой башне продолжал по-прежнему загораться каждую ночь. В 1934 году башня Чернокнижника была снесена, однако призрак Сухого старика довольно часто появляется на том месте. Скряги с Мясницкой В Москве на чистых прудах есть улица Мясницкая. Некогда на ней стоял дом кусовников. Супруги славились тем, что при всем своем богатстве были скрягами-скупердяями. Они никогда не приглашали гостей, никому не дарили подарков. Собравшись в дальнюю поездку, муж с женой решили спрятать все сокровища в камине. После их отъезда, ни о чем не догадывающийся слуга развел в камине огонь. В результате богатство сгорело полностью. Узнав эту новость, супруга тут же скончалась. Со словами, «В денежке мои денежки». Призрак стройка и по сей день бродят в близлежащих переволках. Самое известное привидение в истории. Чаще всего люди видят привидение, называемое «белой дамой». Это собирательный образ, которого подошел бы ни одной даме прошедших столетий. Очевидцы чаще всего это привидение описывают как даму в белом, с балков посаженными грустными глазами и заостренным лицом. Белая дама – женщина, которая была насильно отдана замуж за злого старика. Тот всю свою жизнь издевался над ней. Перед самой смертью он попросил у жены прощения, однако получил отказ. Старый муж проклял свою жену, из-за чего она по сей день появляется в семейных водениях в образе белой дамы. Белая дама – это Берктер Росберг, а ее муж – тиран-аристократ Ян Линштейн. Известно о портрете, на котором изображена белая дама. На нем и есть подпись на неизвестном языке, а на по сей день остается не расшифрованной. Бабья Гура – диаблак. Бабья Гура – высшая точка живецких бескедов. Имеет несколько вершин. Самая высокая из них называется Диаблак и пользуется дурной славой. Согласно легенде, в незапамятные времена сам дьявол построил тут замок для разбойника, продавшего ему душу. Однако строение обрушилось, погребя под руинами несостоявшегося владельца. По сей день из-под волунов на вершине наносится стук топора. Это разбойник пытается выбраться из-под обломков. Бескидскую вершину обливал не только незадачливый строитель дьявол. На Бабье Гури приходили шабаши ведьм и съезды бесен. О том, что Гура по-прежнему остается в власти злых сил, свидетельствуют несчастные случаи, которые здесь не редкость. Хотя у этого и есть и более рациональное объяснение. Резкие перепады погоды в горах. На Деблаке погибло множество альпинистов и горнолыжников, и склон горы разбился уже несколько небольших самолетов. Исследователи паранормальных явлений уверены, что на Бабье Гури исключительно высока концентрация нетипичной энергии, искажающей человеческое восприятие. Какие же типы зданий могут подвергнуться атаке призраков? Хотя большинство людей считают, что пристранящим призраку становятся именно старые дома или и здания, в которых обитает много людей. Например, тюрьмы, больницы и замки. Реальность такова, что абсолютно любое здание может стать домом для душ покойников. Однако вероятность того, что старые жилища чаще примет у себя старинных жильцов возрастает по одной простой причине. Здесь больше древности и истории, нежели в других более современных постройках. Ведь чаще всего достранности, связанные с появлением призраков, привязаны к определенному событию. Например, вспомните, поднимали в земле странную вещь, оставали странных места, посещали кладбище или другие места повышенной концентрации духов. Если в вашем доме действительно живут призраки, сами по себе они не исчезнут, ситуация будет только ухудшаться. Многие души умерших людей не спешат покидать родные места после своей физической смерти. Они предпочитают оставаться там до тех пор, пока не почувствуют нити свободы, зовущий их бесконечный путь по бескрайним просторам вселенной. По утверждению медиумов, такие души скитаются по земле в виде призраков, пребывая в тех местах, в которым они дорожили при жизни. Отличная защита от всякой нечисти, в том числе привидения, просто имел. Недаром раньше все избы белили. Во время чистого четверга нужно окурить все помещения можжевельником, вереском или богульником. Нечисть не выносит этот запах и быстро уберется в освоясь. Крещенскую святую воду используют для приготовления жидкого теста. Над входной дверью с внутренней и внешней стороны квартиры тестом рисуют крест. Подобный знак убережет жилье от прекновения энергетических сущностей. Конечно, можно не верить в существование тустороннего мира и скептически относиться к рассказам о привидениях. Однако опыт доказывает, что именно скептики, столкнувшиеся с неведомым, становятся истинно верующими. Против одержимых призраков могут помочь стандартные средства борьбы со злом святая вода и серебро. Но обычно под рукой в нужный момент их не оказываются, поэтому выход лишь один. Как можно скорее искать выход из проклятого места. Учтите, что ваш страх может подпитывать злых призраков, и они нарочно будут гонять вас, чтобы зарядиться. Если вам интересна данная тема о паранормальных явлениях и свеестественная, то советую вам посмотреть видео на моем канале, где я подробно рассказываю о них. Друзья, а вы что не услышали об этом? Расскажите об этом в своих комментариях. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить все новинки на канале. А также, если вам нравится данная тематика, нажмите лайк под видео. До скорой встречи. Димура.